Беспрецедентная награда в производственной отрасли. Сотрудники двух районных предприятий, Посадского НИИПХ и Ходьковского ЦНИСМ, получили 9 правительственных премий в области науки и техники. Награды вручал премьер-министр Дмитрий Медведев. Стоит отметить, высокие награды для предприятия не в новинку. Значение наших предприятий и в оборонной промышленности, и вообще в промышленности России, в Московской области, имеет, я бы сказал, исключительное значение. Означено явилось то, что одновременно, одновременно в этом году лауреатами стали 9 человек. Если всего лауреатов 120, по-моему, это 126. По России. По России, да. 126, то вот 9 лауреатов из Сергеева Посада. Вот именно такой ситуации никогда не было. Глава района Михаил Токарев вручил ученым почетные грамоты от районных властей. Я знаю, что и ЦНИСМ, и НИПХ, это наше уважаемое предприятие, которые очень нам помогают, и нам, и нашему району в целом, и это и рабочие места, да, и налогооблагаемая база. Я уже не говорю про даже имидж нашего района, который вы уже делаете. То есть вот что бы вы бы подсказали бы нам, помогли, вот на что обратить внимание сейчас, наверное, необходимо, чтобы и дальше и наука, да и промышленность в целом у нас все-таки не хромала, а развивалась, как ваше предприятие. В числе пожеланий властям решения проблемных вопросов с износившимися теплосетями, развития дорожной инфраструктуры, благоустройства территории вокруг предприятия. Также прозвучало предложение добиться придания Сергею Упасаду статуса наукограда. В районе немало предприятий, работающих в сфере науки и техники. По наукограду, Владимир Михайлович, замечание правильное и существенное, но сделать наукоград на территории района было проблематично. Мы как-то поднимали вопрос. Теперь, если мы сделаем первый шаг и обменим, у нас теперь будет городской округ, вот тогда мы поставим вопрос обязательно. Это возможно, да, это будет возможно. И в рамках округа, и финансирование совершенно другое предусмотрено. Там очень много грантов, и там есть возможность, конечно, вот то, что мы и говорили, и для более лучшей жизни людей. Там очень большие средства выделяются на структуру. Статус наукограда, разумеется, не избавит от необходимости привлекать молодых специалистов, обеспечивать их достойной зарплатой и жильем. Это, как отметили участники встречи, и текущая задача, и долгосрочная перспектива. Приглашенные подарили главе района один из выпускаемых по оборонзаказу образцов и фотографию с результатом работы, салютом на Келарской набережной. Евгений Самсонов, Антон Каврижных, программа «События». Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!